Продолжаем эфир. В Караганде мама просит наказать частный ясли сад, в котором ее двухлетний малыш получил ожоги обеих стоп. Ребенка в процессе купания оставили без присмотра. В отделе образования уже заявили, что садик не имеет права оказывать услуги в сфере дошкольного образования. Кто же виноват в случившемся, узнавала Людмила Батюшкина. Сегодня двухлетний Ваня уже пытается наступать на больную ножку. С момента получения ожога прошел месяц. В детсады берут детей только с трех лет, поэтому родители отдали малыша в частную организацию, которую нашли в соцсетях. За 45 тысяч тенге в месяц там обещали уход, развитие и пятиразовое кормление. В группе было шесть человек. Ребенок ходил туда без слез. Два месяца все было хорошо. Но 27 января маме по телефону сообщили, что Ваня обжегся. Ребенок находился в ужасном состоянии. По крайней мере, первые три дня это был просто ад. По-другому не назовешь. Он и кричал, он и не ел, он и не спал. Все время вот эти обезболивающие антибиотики. Пострадал мой ребенок, мы через это прошли. Завтра непонятно еще сколько может пострадать. Тоже вот это страшно. Воспитатель пояснила маме, что мыло мальчика. Но в этот момент заплакал другой ребенок, спящий на втором ярусе двуспальной кровати. Она побежала к нему, боясь, что малыш выпадет, и Ваня остался без присмотра. Каким-то образом его ноги попали под кипяток из крана. Нам комментарии в детсаду дать отказались. Находится он на втором этаже здания автостоянки. Врачи установили термический ожог второй-третьей степени. В полиции, по словам мамы, первоначально заявление списали в номенклатуру. Но после возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Данное учреждение не является дошкольным учреждением, которое осуществляет образовательную деятельность. Это учреждение, оно, значит, неофициальное, он не имеет уведомительного порядка, и в перечень оказания услуг в сфере дошкольного образования он не относится. То есть организация открылась и работала нелегально. По словам педагогов, родители в таком случае сами несут ответственность за то, кому доверяют своего ребёнка. Поэтому предварительно советуют выяснять статус учреждения, выполняет ли оно государственный образовательный стандарт и заключать с ним договор.